20-летие победы Абхазии было широко отмечено и в селе Алдза. С утра ветераны войны, руководство, школьники, жители или гости села Алдза возложили венки и цветы к памятнику погибшим бойцам в Отечественной войне народа Абхазии и во время охраны восточных рубежей, выходцам села Алдза. Более 20 воинов из села Алдза сложили головы на алтарь свободы Абсны, а после Отечественной войны при исполнении служебных обязанностей погибло 9 человек. На церемонии возложения цветов и венков их память почти реминутой молчания. Затем был проведен митинг, на котором выступили глава администрации села Алдза Эльдар Ампар, ветераны войны Джон Дбар и Закан Абгаджава, начальник штаба пицунского ополчения Виталий Чукбар, председатель комитета матерей погибших города Пицунда Зинаида Попцава, член союза писателей города Москвы Екатерина Маркова, руководитель группы департамента образования Москвы Наталья Шумейко. Уважаемые днесельчане, гости нашего села, этот юбилейный праздничный день, день победы, мы сегодня склоняем голову перед памятью погибших, перед теми, кто отдал свои жизни ради того, чтобы народ Абхазии жил мирно и счастливо. Огромная благодарность всем тем людям, которые оказывали и моральную, и физическую поддержку. Огромная благодарность матерям Северного Кавказа, Юга России, Приднестровья, которые отправляли своих солдат, своих сыновей, для того, чтобы здесь, в Абхазии, царил мир и процветание. Многие из нас, из них, сложили свои головы. Вечная им память. Сегодня это праздничный день. И огромное-огромное спасибо мы говорим перед матерями погибших солдат. Это тяжело. Абхазия не такая уж и большая, но когда каждый выстрел, каждый снаряд отзывался и перед бойцами, но вдвойне оно отзывалось в сердцах наших матерей и отцов. И они с честью это выстояли, выдержали. Чтобы больше не было войны, чтобы был мир, процветание на многие-многие века. От имени комитета родителей погибших солдат поздравляю жителей ЛЗА с великим праздником. Желаю вам всех земных благ, мои дорогие. Нашей маленькой Пицунде вместе с Литзавой погибли 63 воина. Царство им небесное, пусть земля им будет пухом. Я все время вспоминаю слова абхазского поэта. Нас не сломала война. Идет кровоточить страна. С надеждой усмотрит вперед наш многострадальный народ. Я вспоминаю эти трудные годы, как мамы плакали, которые потеряли двух, трех и даже четверо сыновей. И каждый из нас хотел жить только год, чтобы исправить им годовщину и умереть. Но сегодня мы прожили 20 лет. И были у нас голодные времена. И сегодня находится среди нас Виталий Чукбар, который присылал всем всем погибшим деньги. И один раз мне женщина рассказывает, Зина говорит, у меня ни рубля не было. Но когда мне Чукбар деньги прислал, я такая была счастливая. И сегодня Виталий Чукбар находится среди нас. Дорогие мои, я хочу вас поздравить от России, от писателей России. Я уже приезжаю больше 10 лет на этот праздник, потому что с тех пор, как я познакомилась с комитетом матерей, с Зинаидой Папцавой, я не могу спокойно жить и думать только о наслаждении их жизнью, как многие сейчас живут. Потому что это то, что я узнала здесь, когда я познакомилась с Зинаидой и узнала, что ей принесли в один день два гроба мужа и сына. Она меня познакомила со своими женщинами, матерями и женами, у которых погибли мужья и дети. И я поэт, я пишу стихи. Я посвятила им много стихов, но сегодня я прочту два. Двадцать лет уже прошло. Хочется, чтобы дети абхазские не знали никогда войны, но чтобы они не забывали, что была война и были герои. И был Владислав Ардзамба, который как будто бы послан из других героических времен, чтобы спасти Абхазию. Он выполнил свою миссию. Это личность просто выдающаяся. Такой личности в двадцатом веке раз-два и обчелся. Я посвятила женщинам, своим подругам, стихотворение, которое написано еще давно, вот тогда, когда было, по-моему, девятилетие Победы. Так вот ты какая, страна души обслык, Твой дым слишком горек, как слезы минувшей войны. Море бросает соленые брызги в мои глаза, Стихая к Кадорской гряде, уходит гроза. Красивые магнолии могут быть только в раю, А лучшие дети твои погибли в бою. Они никогда, никогда не вернутся домой, Хоть выигран главный в их жизни бой. Я каменею рядом с абхазской сестрой, А солнце все выше и выше Встает над Мамзышха горой. Славь Абхазию, славь! В песнях, в стихах, в молитвах Вижу, как Ардземба Владислав Войско ведет на небесную битву За честность, за верность, за счастье народа, За родину лучшую на планете, Чтоб краше делалось год от года, И войн никогда не узнали дети. Вижу живыми мальчиков лики, Смотрят на землю, на плачущих мам. Солнце кидает в море блики, Небесный купол похож на храм. Славь Абхазию, славь! Счастья вам, удачи и радости! Я вас всех поздравляю действительно с большим праздником, Праздником Победы, Которую все эти годы мы вместе с вами строили, Достигали той красоты, которая сегодня у нас есть. И действительно мы видим очень много, Много мы достигли, Это признание нашей республики И в разных областях. И, конечно же, перед нами еще много-много детства. Да, действительно, Эти дни, военные дни, не вспомнить нельзя. Не вспомнить тех, кто был с нами рядом, И которых сегодня нет, Вечная им память. Чтобы мы никогда не забывали Эти имена, эти сердца, Эти бесстрашных людей. Вечная им память. И, конечно, поклон матерям. Матерям, которые дали нам таких братьев, Таких сестер бесстрашных, Вместе с которыми мы пришли к победе. Всеми погибших. Низкий поклон вам. Знаем, как вам тяжело, трудно. Дай Бог вам сил и терпения. Также я хочу поздравить С этим большим праздником Подразделение, которое прошло всю войну. Начиная от гвардии, Еще перед военными делами, Вы знаете, какая у нас была сложная обстановка. Затем война. Практически ни одного, Ни одного не было, Ни одной операции, Где наше подразделение не участвовало. Кроме того, Кроме подразделения, Жители нашего села Находились в разных подразделениях. Это танковые, Это артиллерия. Практически во всех Которые у нас в то время Существовали В армии. Еще я хотел бы сказать пару слов. Слов благодарности. Сегодня у нас в гостях в Абхазии Большая группа Из департамента образования Города Москвы, Которые приехали к нам Поделиться своим опытом, Увидеть Абхазию И, конечно же, Поздравить нас с Днем Победы. Большое спасибо, Что вы нашли время И приехали к нам Вот с таким визитом. Я еще раз поздравляю всех С праздником, Желаю мира, добра. 20 лет прошли Довольно быстро. Ощутимые результаты. Жизнь налаживается. Я думаю, что в дальнейшем Все будет хорошо. Это для нас Большой праздник. Я с удовольствием Поздравляю всех С таким хорошим, Красивым праздником. Здоровья вам и счастья. Дорогие друзья, Мы очень рады, Что имеем возможность Сегодня вместе с вами Отмечать этот великий праздник. Мы вместе с вами Скорбим по погибшим Вашим товарищам. Но вместе с тем Мы очень радуемся тому, Как возрождается Абхазия. Мы видим, Как растут дома, Как поднимается все. И этому мы очень рады. Поэтому желаем Успехов, Добра, Мира, Здоровья всем. Спасибо. Еще раз с праздником. Вечером того дня На территории Лдзанской школы Было организовано Праздничное мероприятие. Перед его началом Член Совета старейшин, Ветеран войны Закана Бугаджава Провел традиционный ритуал Поклонения Всевышнему. После начался Праздничный концерт. На сцене выступили Учащийся Лдзанской школы Ансамбль народных инструментов Сила Лдза Абхерца Танцевальное шоу-группа Сукум Молодой исполнитель Алхаз Гамисоня Певец Надар Биня Солист известной группы Земляне Юрий Бабенко Несмотря на то, Что в ходе концертной программы Отключили электроэнергию Его посетители Участники не разошлись Продолжили веселье Играя на народных инструментах Помимо этого Собравшимся Были продемонстрированы Военные кадры Элдзанской роты Увидев на этих кадрах Погибших ребят Многие не смогли Сдержать слез По его завершению Семьям погибших И ветеранам войны Глава администрации Села Элдза Ильдар Ампар Вручил видеодиски С военной хроникой Элдзанской роты Для ветеранов и гостей Села Также был организован Праздничный стол А под вечер В небо был запущен Красочный салют Красочный салют